Сначала экономия в 25 миллионов рублей на ведение боевых действий, затем сокращение долга за продовольствие. В докладах царю он не стеснялся критиковать ни положение на местах, ни дела в правительстве. Власть Контрину поверила, и в середине 1823 года он получил очередное назначение, став одним из самых известных министров финансов Российской империи. Министерство финансов на Бизнес-Ф. Бизнес-Ф. Первое деловое радио. Москва, 87,5. Санкт-Петербург, 107,4. Совершенство на слух с Георгием Хачатуровым. Ничего делать не надо. Просто берешь с собой диктофон и плавки. Отправляешься на море, жить будешь в отеле Риксос Сангейт. Это Анталия. Тебя встретят. Говоря эти слова, мой программный директор уже закинул скан моего паспорта в крупное турагентство. Да-да, делать действительно ничего не надо. Просто поедешь, привезешь коллекцию звуков настоящего, правильного, красивого отдыха. Понял? Ты же у нас аудиалку. Вот и будешь слушать ухом, а кушать брюхом. Но это там еще и кормят. Тоже проверишь. Разговор с начальством был коротким. Я согласился. Дырин и Лыба не отказались. Но кого бы не устроил сейчас роль Сиборита или Жебокки. Полчаса на сборы, три часа на самолет. И первое, что я слышу, в них не склон, не шум ветра. Да, вы угадали. Это шествует по прохладным мраморным коридорам и мощеным дорожкам города-отеля Риксос Сангейт в Агине. Да, на каблуках. Да, на шпильках. Вечеринка начинается уже днем. Происходит все вокруг огромного каскада бассейнов. До моря так так и не добраться. Тут у Риксоса глаза разбегаются. Умельченые мальчишки играют в ложное поле. В метрах станет удалеку. Диджей собирает участников в пенные дискотеки. Вообще, народу тут бывает до 4000 человек одновременно. И на страже их интересов почти тысяча сотрудников Риксос Сангейт. Вообще, отель Драйвук. Всех активностей пляжного и развлекательного толка я сегодня уже даже не перечислю. Публика молодая и яркая. Вот она, что в индивидуальных павильонах на пирсе, что на пляже везде какой-нибудь спортивной игры. Заворирует торсы, осмех. А еще и о себе позаботился. И забронировал ужин в ресторане азиатской кухни. Тоже все включено, но заказ а-ля карт, то есть по меню. Готовит в раскаленной жаровне сам шеф-повар. А гости расселись в метре от него и внимают зрелищем. Продукты в глазах превращаются в пищу. Какие-то два-три повара жонглера налетят на тарелку. А вечер еще даже не закончился. И скоро на сцену у самой кромки моря выйдет кто-нибудь действительно известный и популярный. Риксус часто приглашает настоящих звезд. Продолжение следует... СССР. Слух на Бизнес.ФМ. Бизнес.ФМ. ВКонтакте. Не только слышать, не только читать, но и обсуждать. И доносить новости до друзей. Первое деловое радио в вашей социальной сети. И хотите знать все. Мы экономим ваше зелье. Киев продолжает наращивать вооружение по линии соприкосновения в Донбассе и разведка самопрозглашенной народной Донецкой Республики фиксирует перемещение украинской техники. Заявил в понедельник журналистом замначальника штаба ополчения ДНР Эдуард Басурин. Он подчеркнул, что ополченцы выполняют минские договоренности. На 2000 военных из 18 стран принимают участие монетов НАТО, которые начались сегодня в Альбовском области Украины. По словам представителей Миноборона Александра Павловника это крупнейшее учение на Украине такого формата. Фонарий учения связан с событиями, которые происходят в мире. Точно учитывается та ситуация. Возвращалась в основном снике, упражнение сказано в Украине. Великий спорту исключен в основном снижение иностранства и попадающие государственные посты в России. И прийти к примеру президента выяснилось, что это запрещено российским законодательством, передает Интерпанс. Пескоп отметил, что замещение отдельных должностей в Российской Федерации предполагает допуск государственной тайны. Защита депутата Госдумы Ильи Пономарева, обвиняемого в соучастии в растрате в фонде Сколково, обжаловала решение о его заочном аресте, сообщил его адвокат Мария Бас. Пословный суд Москвы Семенов выиграл и санкционировал заочный арест.